В эти дни сразу на нескольких полигонах войска сдают весеннюю сессию. В строю немало солдат и офицеров, призванных из запаса. Абсолютно разные люди стали единым организмом, способным поставить щит на пути любым угрозам. Как относятся к военному делу белорусские мужчины, что думают о стране и армии в проекте «Диспозиция». В эфире «Диспозиция». Это Гагарин. Поехали. Аки весенние ручейки журчат нынче разговоры до дискуссии о пробуждении жизни политической. В принципе, сама календарная постановка вопроса говорит об искусственности активности. По календарю это о катах марте. Но поговорим, что называется, о профильной дисциплине. В белорусской армии продолжается комплексная проверка боевой готовности, что, конечно, радует. Ибо у армии два состояния. Либо готовится к войне, либо разлагается. А если разлагается, то вместе с обществом иных прецедентов история не знает. Чем интересен нынешний тест цвета хаки, так это широкой мобилизационной географии и палитрой. В строй встали запасники почти со всех уголков Беларуси. Порядка тысячи человек. Естественно, разных возрастов убеждений и взглядов. Да вот только смесь взрывной не оказалась. Оно ведь как? Когда в руках оружия, ты какого бы калибра не был мозг, отчетливо понимаешь, что за ответственность несешь. Не за себя, не за то, что по мишени промажешь. Вообще ответственность. За то, чтобы дети беззаботно резвились. Чтобы жена, поругавшись, в теплом доме уснула. Чтобы всей семьей могли на завтра планы строить. А не гадать, рванет или нет. Все просто, как автомат Калашникова. Я думаю, что сейчас люди уже осознали то, что государство должно жить в мире и спокойствии. И никому не нужны вот эти деструктивные моменты в жизни. Все хотят жить спокойно. Водить детей в сад, в школу и так далее. То есть заниматься тем, чем по сути занималось сейчас наше государство на протяжении 26 лет. Если что-то и нужно менять в государстве, то нужно это менять законными способами. Путем изменения законов, диалога. Ни в коем случае нельзя методом мятежа и тем, что происходило в нашем государстве. Вообще удивительно, как трансформировалось в последнее время понятие «защитник отечества». Еще не так давно это человек с оружием в руках. Но сегодня можно остаться с оружием и без страны. Если не вооружено сознание. И вот чем ценны армейские сборы, здесь каждый на себе чувствует. Инженер, ты строитель, айтишник или певец, твоя страна беззащитна без тебя. А потому лучше сплотиться не вокруг разделяющих государства призывов, а для обеспечения мирного неба. А дальше все будет нормально, переживем. Если в армии за пару часов, из абсолютно разных, фактически гражданских людей, единый организм можем создать, готовы защитить стабильность. Все у нас в порядке. Кто-то служил в спецназе, кто-то в ВДВ, кто-то был разведчиком. Поэтому, в принципе, в целом все знают, что делать, все знают, как себя вести. Помогают друг другу, подсказывают. Поэтому чувство локтя есть. Сборы для запасников завершатся тактическими учениями с боевой стрельбой. Ну и дальше хлеб будем сеять, заводы строить, весне радоваться. А военное, понятное дело, опять сборы запланируют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова